Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем с вами играть в Trader Life Simulator. У нас уже хрен знает какая серия, и по многочисленным просьбам, хотя они не были такими уж и многочисленными, мы продолжаем играть в нашу любимую игрушку. В вашу любимую игрушку, да и в мою в принципе тоже, она достаточно интересна, но интересна она максимум тем, что здесь есть хоть какое-то развитие, хоть и очень медленное. И да, я хочу заметить, что звук немножечко, скорее всего, сейчас изменился, да, моего микрофона. Ты будешь слышать меня немножечко лучше, не знаю, буду ли я плеваться в микрофон или нет, но я там подкрутил, подвыкрутил все вот эти вот настроечки и думаю, что что-то изменилось. Если ты можешь, ну, если ты очень внимательный, то ты можешь увидеть количество денег на моем счете. И сейчас мы с вами соберем денежку с касс, и не обращай внимания особо на этот беспорядок, потому что я не заморачивался. 4175 долларов мы собрали с наших касс. Это значит, знаешь что? Значит, что мы сейчас идем, закупаемся, закупаемся, а потом... Потом, потом что? Потом мы... Потом суп с котом, потом мы пойдем покупать мопед и пойдем покупать контору, которая... Как это сказать? Короче, акции вот эти вот покупать. Как мне написали, типа, будет игра пройдена, когда ты скупишь все акции, скупишь это, скупишь то. Да, 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 но я просто как-то... Не обладал временем для того, чтобы записывать эту игрушку. Потому что это достаточно длительный процесс. И я решил, что у нас будет серия где-то по 40 минут с вырезанными... С вырезанными всеми вот этими вот ненужными моментами, которые только могут быть. По типу вот на фармливание денег, как мне там девушка это одна написала. Мал, не заморачивайся, делай стримы. Я не могу пока стримы делать, потому что... Потому что у меня нет такой возможности. Пойдем оплатим. Блин, нихера мы не будем оплачивать. Поехали. Для одного человека покажем, как чинить машину. Чинить машину просто. Очень просто. Мы едем... Мы либо можем купить масло вот в том магазине, либо же мы просто едем в автосервис, в котором нам поменяют масло и починят автомобиль. Стоит это, кстати, не так дорого. Относительно нашей нынешней суммы на... Не на карте, а в кошельке. Думаю, это вообще копейки. Так, мужик. Мужик, 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 мужик. Ой, бляха, муха. Никто ж не думал, что так получится. Дядька. А, дядька. Как выйти отсюда? 350 долларов стоит починить и залить масло. Хотя масло стоит в магазине что-то около 200 долларов, по-моему. То есть, в принципе, что заливать самому, что что-то делать здесь, это одно и то же. Просто здесь это все делается вместе и, скорее всего, чуточку додешевле. Ладно. Пишут, значит, что почему ты не ешь у себя перед этим, перед кафешкой, ну почему... Ой, перед это, перед магазином. Так я ем перед магазином? Ты просто смотришь невнимательно. А, ну хотя, может быть, это из-за того, что комментарий был уже хрен знает под каким видосом, а до конца человек не досмотрел и прокомментировал. Все возможно. Хочу заметить, что для хлеба не нужны какие-либо определенные полочки, потому что все продается и так, не портится и так, и в целом-то все здорово. Вот. Сейчас мы затаримся и разложим все продукты, которые у нас здесь имеются по порядку. Даже не буду смотреть, что у нас есть, чего у нас нет. Давайте сразу погнали в магазин, к джаберу. Затаримся и будет у нас все здорово. Вот парень, который писал мне про обновления в комментариях. Дружище, смотри. В комментариях писать про обновления не нужно. Если ты очень хочешь поделиться обновлениями, я не знаю, как... Напиши мне на почту, напиши там людям другим, не знаю, как-то в личку найди этих людей. Не нужно писать всякую хрень на... Ну, вот тем более обновления, которые, в принципе, описаны в сети, не нужно их писать на... Ой, на... Ну, в комментариях. Тем более в таком развернутом виде. Это не я блокировал, это блокировал YouTube. Видимо, из-за того, что ты... Писал очень длинные комментарии, тем более, наверное, со ссылками с какими-то. Но комментарий, где-то указал свой Discord, я удалил... Ну, удалил его я. Потому что не нужно оставлять в комментариях какие-либо ссылки. Эти люди отправляются сразу в бан. Потому что, ну, не нужно ничего мне писать в комментариях. Тем более ссылки какие-то определенные на какие-то ресурсы. Человек не знает, перейдет, блин, а там какая-нибудь, не знаю, ерунда. То есть, очень часто присылают сейчас в комментарии всякие ссылки на левые ресурсы, которые, в принципе, никак не относятся ни к игре, ни к YouTube, вообще никак. И получается, что вот несведущий человек просто нажимает на эту ссылку, переходит, а там у него там пароли воруют. А оно мне нужно? Нет. Это на моей совести будет. Ты же с моего видоса перешел? С моего видоса перешел. А значит, 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 виноват отчасти я. YouTube такое дело не модерирует. Он модерирует какие-нибудь слова ключевые, еще что-то. То есть, ему фиолетово, на самом деле, что ты там напишешь. Он не по каким-то там этим... Не по смыслу отбирает. Он отбирает по ключевым словам. Вот, и он увидел у тебя какую-то последовательность слов, и поэтому он заблокировал, даже не отправил мне на проверку, понимаешь? Даже я не мог их одобрить. Так, это было варенье. Варенье, значит, у нас бобы. Бобы. Бобы сладкая кукуруза. И да, я по поводу сравнения меня там с кем-либо. Я человек простой, знаешь. Я к критике отношусь спокойно, вполне спокойно, когда эта критика обоснована. Когда эта критика не то, чтобы просто обоснована, а она еще чем-то подтверждена. То есть... А когда люди просто пишут какую-то ересь, ахинею, то, естественно, такие люди тоже отправляются в баню, потому что просто засирать, это... Ну, это нездоровые поступки. Это нездоровое поведение. Это либо твой комплекс, либо же, не знаю, либо же... Либо же твой комплекс. Сходи к психотерапевту, к психиатру, к кому-то нужно ходить, к психологу. Я путаю этих людей, поэтому, извините уж, пожалуйста, обратитесь по направлению, который вам выпишет ваш участковый терапевт. Значит, смотри. Ты понял, да? Ссылки не нужно оставлять никакие, тем более даже на твои дискорды. То есть, или там на что-то там оставил. По-моему, это был дискорд. Я вообще обычно за такое кидаю в бан. Потому что ссылок уже много, кто-то что-то накидывал, каких-либо ссылок. Я стараюсь какие-то ссылки... Ну, если бы она была полезной, там, на какой-нибудь Вики Хау. Хотя, даже, знаешь, на Вики Хау... Блин, какой Вики Хау? Я что, в Рафте сказал про Вики Хау? Не Вики Хау. Короче, вот это вот Вики, который по играм. Фандоме. Вот эти Вики Фандом. Такой-то, такой-то игры. Знаешь, если кому-то нужно будет, они зайдут и посмотрят. И да, по поводу обновления. Обновление будет в апреле. Там в Стиме пишут, что якобы это будет обычное обновление в апреле. И все. То есть разработчик больше ничего не пишет. Слухи, конечно, можно пускать любые. Можно что угодно писать. Можно что угодно делать. Но каких-то... Как сказать... Официальных заявлений от разработчика я не видел. То бишь, может быть, он на каком-то стороннем сайте это все дело описал как-то. Возможно, он что-то там рассказал. Но на странице в Стиме там этого всего не написано. Там этого всего не написано. И да, про... Как ее называют... А, то есть... Я через коробки еще проезжаю, что ли? Ничего себе, у меня машинка какая классная. По поводу игрушки Factory Runner. Я всячески по-доброму отношусь к играм подобного рода. Знаешь, это вот похожая игра даже на эту вот игру. То есть это практически та же самая игра, потому что это даже от того же самого разработчика. По-моему, она вышла немножечко раньше, чем вот эта вот. И за нее он брался не настолько основательно, как за вот эту. То есть там обновления не так часто прогоняются. Но она по отзывам крайне... Крайне, знаешь, крайне ужасно. Там нет ничего хорошего в отзывах. Во-первых, мало того, что они смешанные. То есть никакого... Ну ничего прям определенно хорошего в ней, в этой игрушке как бы нет. И знаешь, я не хочу это говно выкладывать себе на канал, потому что... Во-первых, платить за это я не хочу. Потому что, ну, люди не дураки. Люди пишут по факту, как они считают. И если бы это один человек какой-нибудь, не знаю, дурачок какой-нибудь написал, по типу, вот, игра плохая. Так нет, люди же пишут... Много же людей пишут, что игра на самом деле не очень здоровская. По картинкам, да, она может быть очень интересная, но как только ты ее покупаешь, ты понимаешь, что ты купил хероту. Просто хероту, абсолютно хероту. А в ней нет никакого, по сути, смысла. На картинках все красочно и здорово, а по факту ты покупаешь какую-то сырую недоделку, в которой делать, в принципе, нечего. Просто кататься по какому-то там городу, что-то там делать, но это нас не интересует. Так, мы из химии, мы ничего не покупали, потому что мы до нее не дошли. Давай купим моющее средство. Наложим вот сюда. И да, кстати, я тупанул. Нужно было просто-напросто взять и положить сначала в багажник, а потом на крышу. Но сейчас мы это уже делать не будем, так как... Ну, так как, потому что мы уже, блядь, все сложили. Писали, что клади, мол, товар, потом подъезжай на тележке, нажимай на тележку. Ну, нажимай тележку. Просто ставьте тележку, тележку подцепляйте, потом тележку можно тащить. Мы это обязательно попробуем, но не сейчас. Сейчас мы затариваемся. Я не помню, что я купил. Что не купил. Давай накупим вафли. Просто я отходил из этой игры надолго достаточно. Я затаривался там тысячи на три... Ой, на две, точнее, затаривался. И вот профит какой-то был. То есть в два раза, по сути, я... Как сказать, прибыль имел. И даже сейчас, если смотреть, у нас с вами 6555 долларов. И это здорово. Это здорово. Я не хочу покупать... Как его называют? Торты. Торты, они... Хоть и быстро расходятся, но быстро расходятся они относительно... Не знаю. Относительно какого-то времени. Так как они расходились... Знаешь, сколько я уходил часа на два из игры? И, наверное, вот... Часа за два они разошлись. Два часа это очень много. Это аж целых 2-3 серии наших с вами. Мясо покупать вообще было бы классно, но... Нет. Давайте купим кексов. Кексов купим. Купим морепродуктов. Купим и... Овощную пиццу. Шоколадного молока тоже затарим, чтобы было. И тогда уже поедем со спокойной совестью, наверное, в наш магазин. Думаю... Думается мне, что... Сможем мы ехать безаварийным способом, в безаварийном режиме, с огромным количеством коробок на лобовом стекле. Точнее, на капоте. И думаю, что с нами ничего не случится. Мы будем видеть дорогу хоть как-никак. Ну-ка, возьмись. Ну, вообще все видно. Ничего главное не оставить. Главное ничего не оставлять, как мы это любим делать. Ну, давай сейчас попробуем тележкой. Кстати, да, вот тележка. И возьмем ее. Кладем коробки. Коробок можно, я так понял, цеплять любое количество. Вообще без разницы этой тележки, сколько коробок мы зацепим. Самое главное, чтобы они были рядом с ней. Да? Так вот это работает. Подожди. Оп, вот так. Да, смотри-ка, правда. Правда. Все это правда работает. Пойдем пожрем, потому что мы можем сейчас нам себе это позволить. У нас аж почти целых шесть тысяч долларов. Думаю, на эти деньги мы сможем разгуляться. Сейчас затаримся. Точнее затаримся. Разложим продукты, которые мы накупили. Ровненько разложим продукты, которые мы накупили. Так как мы должны разложить их, мать его, ровно. И будет счастье. Будет нам счастье. Будет нам... Нужно, говорит, оплатить электричество, но оплачивать электричество пока я не вижу смысла. потому что... из-за электричества холодильники не отключаются. И думается мне, что в скором времени это все дело пофиксят. И когда будет электричество отключаться, будет отключаться, в принципе, все электричество в нашем магазине, а холодильники будут переставать работать, и тогда... Все. И тогда все. Ага, наложил, блин. Конечно, такой ты молод... А, коробки через все стены ходят. А, я понял. Вот оно что. Ну ладно. А как теперь вытащить ее? Я вот, например, хочу вытащить коробку. Точнее, эту тележку. Никак, да? Никак, понял. Пицца с овощами, подгузники. Короче, все сейчас будем складывать сюда. Рис это вот сюда. Стиральный порошок в химию сразу. Морепродукты тоже в заморозку. Вот сюда. Моющие средства в химию. Вафли в заморозку. Мне написали, что якобы нужны... Обязательно нужны как его называют? Полочки. Полочки обязательно нужны. Там якобы чуть ли не куча будет у тебя клиентов из-за того, что ты полочки купишь. Это все брехня. Все это брехня. Здесь клиенты зависят от того, тупо от того, что проходит какое-то время. Они к тебе приходят каждый промежуток времени, каждый интервал и покупают у тебя что-то. Если у тебя этого чего-то нет, как люди мне пишут, типа, надо продавать одно мясо. Я же говорю, ты дурак, ты не понимаешь, что нужно продавать одно мясо. Это ты ни хрена не понимаешь. Нужно делать многообразие. Нужно делать выбор людям. Нужно давать его. Нужно давать огромное количество товаров, чтобы люди могли из них выбирать. А иначе, да, они будут покупать это сраное мясо, только оно нахрен никому не нужно будет. Каждый десятый просто это мясо будет покупать вместо того, чтобы каждый купил, зашел что-то дешевое и все остались довольны. И в итоге-то и в прибыли я остался в нормальной. Возможно, даже в большей, чем при торговле только мясом. И, возможно, короче, возможно, короче, все возможно. И, возможно, что ты не прав, дружище. пересмотри свою политику. Я думаю, что ты додумаешься и будешь в следующий раз писать то, в чем ты уверен. Писали еще, кстати, что йогурт не нужно класть в холодильник. Да я знаю, что не нужно его класть в холодильник. Йогурт и так живет спокойно, но, блядь, там лучше будет. Там ему будет лучше, понимаешь? Там оно, там он, точнее, хорошо лежит и лежит. Ну-ка, сколько у нас заработалось? Еще 1100. В целом, мы почти покупки все оправдали. Что это такое? Написалось мне что-то. Написалось, забыл, блин, посмотри даже, что я выставляю. Сейчас у нас будет чудеснейшая ночь. Чудеснейшая ночь. Опять забыл. Зубная паста, это химия, это вот сюда. Мы будем расставлять товар, как вы любите, медленно, красиво, чтобы, чтобы прям все было тютелька к этому. Короче, палочка к палочке, коробочка к коробочке. Что это у нас такое? Ткань, ткань. У нас идет в химии. Купи, говорит, кучу, как его называют, кучу покупая всяких там ящичков, полочек, полочки, это самое последнее, что будет в моем магазине. Я уже это миллион раз сказал. Полочки, это самое бесполезное, что можно купить. Полочки, это то, что по факту, по факту не приносит пользы. Приносит только эстетическое какое-то удовольствие. Возможно, и то не факт, и то не факт, ты понимаешь, и то не факт. Какое нафиг эстетическое удовольствие? Эти полочки нужно еще ровно поставить, чтобы они приносили эстетическое удовольствие. Сколько нам нужно положить? 750 долларов. Это шалеть, как много. Просто я говорю, тут 4 дня, наверное, или сколько тут больше, я просто не находился в игре, поэтому такие долги. Кстати, 450 осталось по 4 дня, получается, потому что последний раз, когда я заходил, было 650. 650 было, и, собственно говоря, получается по 50 каждый день, по 50 каждый день, это 4 дня. 4 денька прошло с тех пор, как последний раз я заходил в эту игру. Остальное время она стояла в АФК. Часа 3, наверное, это полинг бабки не ходи. Я даже не следил за временем, я просто занимался своими какими-то делами, она просто стояла и игралась. Ой, давайте займемся вот этим вот интересным занятием, расстановкой моющих средств. Опыт все-таки не пропьешь, но но, блин, как-то выходит, по-моему, у меня все это дело медленнее. Давайте, ребятки, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, естественно, как же без этого. И будем стараться выпускать видео все чаще и чаще, а в итоге потом будет просто 24-часовой стрим, когда мы с вами будем просто 24 на 7, ой, на 7, 24 хотя бы на 1 общаться. Просто будем играть и общаться. Естественно, такое может быть, если вы будете ставить лайки, подписываться, еще бы нет, хоть 36, правда, я 36 не вывезу, мне кажется, умру. Но дело, дело как бы времени, привычки и чего-то там еще. Сейчас просто очень поздно, времени, я не знаю, успею я все здесь сделать, просто по факту, вот ты сейчас смотришь, есть время 12 часов, там 12.20, примерно 12.21, там 12.22, то это здорово, то значит, что я успел все сделать. Просто скажи спасибо и опять же подпишись на канал, чтобы не пропускать видосы. Не пропускать видосы, будет рафт у нас с тобой сегодня, тоже возможно выйдет, пока не могу сказать за его так называемую регулярность. Но он должен выходить каждый день, пока что расписания как такового нет, постоянного, знаешь, чтобы прям знать, когда что будет выходить. Пока что я записываю в режиме, знаешь, как получится, вот как режим у меня называется. Пока что только такой режим, пока не могу себе позволить другого. работа все-таки есть у меня и есть у меня какие-то личные дела и есть у меня много других неотложных, так сказать, не... Как это будет правильно? Забыл. Забыл слова? Ну и неважно. Дел, короче, который из-за меня никто не сделает. Элементарно, если бы я не работал, возможно было бы гораздо все чаще. А если, а с учетом того, что я работаю, я не знаю вообще как я все это успеваю делать. Почему ты опять перекосаебился? Ну, дружище. Эть. Ну-ка, вот. Все равно криво, но уже лучше. Магазин закрылся у нас, да? Да, закрылся, время-то уже. Ого-гошеньки, сколько? Уже спать скоро всем пора будет. Точнее, уже всем пора спать. У меня, в принципе, сейчас примерно столько же времени, а мы с тобой играем в игрушки. Да, представляешь, представляешь, играем в игрушки. Криво. Ну, ладно. Ладно, подгузники, ткань, выставим ткань, наверное. Давай вот сюда вот выставим, блин, дай коробочку какую-нибудь вот такую. Это ткань, давай ткань выставим вот сюда. Ну, чтобы, блин, стоял, что бы нет. Правильно, правильно, вот сюда. Повторюсь про полочки. Полочки будут, обязательно будут. Если, 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 если у нас будет доход, у нас будут и полочки. И будет еще и офис, будет у нас еще и, как это называется, все. Короче, сейчас у нас будет доход, будет у нас счастье. Если не будет дохода, то будет у нас несчастье. Вот, простой рецепт успеха. И простой, блин, ну криво же ведь получается. Ну, что ж теперь поделать-то, ну, что же сделать? Я не знаю, что сделать. Кази, хрен, предел, что сделать? Вот сюда вот наложим. Ну-ка. Отлично. Ну, в принципе, отсюда, если смотреть, то вообще... Так, на кешью сейчас встанем, будем раскладывать подгузники. Подгузники хотя бы квадратные, они будут стоять немножечко ровнее, чем круглая ткань. Но опять же, ткань это у нас рулоны туалетной бумаги, но разработчик особо не заморачивался с русским переводом и решил туалет-уалтпепер назвать тканью. Да, ведь так там так и написано. А, туалет-пепер. Вообще, как пепер можно тканью назвать. Это уже особенность какая-то. Возможно, диалект какой-то у них там свой местный с переводом. Возможно, у них там так называется туалетная бумага тканью. А, возможно, он просто не особо заморачивался над российской этой локализованностью. Сколько там осталось? Я что-то раскладываю, раскладываю, не заканчивается, не заканчивается. Угу. Немножко кривовато, но пойдет. Кешью мы расставляем, собственно говоря, как и всегда. Вот сюда. Ну, что ж такое? Рафт будет выходить по 30 минут. Просто я так, к слову, уже, чтобы было о чем поговорить. Рафт будет выходить примерно по 30 минут, хоть я это уже и сказал в видосе с Рафтом. Но, чтобы ты примерно представлял. И на Рафт уйдет примерно, наверное, 15 серий, я думаю, не больше. Там хотя бы есть сюжетка, понимаешь, здесь нет никакой сюжетки. Про вот эту игрушку пишут, что только не пишут. Что тут сюжетную линию добавишь, помощника тебе добавить, который товар будет расставлять. Кто сюда его добавит, представишь, как это заморочено? Либо же рандомно будет расставляться товар, примерно как у Джаббера, либо же даже не представляю, как это все будет реализовано. Потому что это достаточно сложно реализовать помощника, который будет тебе что-то делать. Вот. Не знаю, не знаю. Сейчас беспорядки все устраним на нашей чудесной магазине. В нашем чудесном магазине. Я уже все заплитык языка и ци уже не могу. Ну что такое? В целом, эта игрушка, знаешь, она тянет вот на, примерно на 6 из 10. Как бы, она, она достаточно интересна, но в то же время она абсолютно неинтересна, вообще неинтересна. Она попросту тратит твое время. Если у тебя куча времени свободного есть, то ты спокойно можешь сесть и поиграть в нее. И если у тебя есть полтысячи лишние, конечно, потому что стоит она как маму не балуй, маму не балуйся, маму не горюй. Многие крупные игры столько не стоят. Крупные игры я по типу, знаешь, Факторио. Факторио стоит 400 рублей. 400 рублей меньше, чем вот эта вот игрушка. Ну или же хотя бы столько же. Но Факторио, блин, сравни и вот эту вот игрушку. В этой игрушке явно меньше продуманностей. И как бы, я не знаю, мне кажется, Факторио было бы купить беднее. что ее купить было бы, если она у меня есть. Кстати, очень интересная игрушка, рекомендую, можешь поиграть на досуге. Она достаточно классная. Ее я тоже проходил, проходил не раз и проходил не один. И проходил один. И, короче, там, мне там что-то около под 300 часов. Но играть я в нее так и не научился, потому что она очень замороченная. я постоянно каждый раз как будто в первый играю. Так, я что-то сделал не так и получилось, что у меня стоят морепродукты неровно. Это нужно исправить. Ну, погоди, ну почему? Нет, ну, как-то вот так и на что-ли должна стоять коробка эта. Ладно, давай вот так будем ставить. Ну, просто это не получается ровно поставить. извините уж, вот здесь вот извинять. Вот тут вот могу ровно поставить, а там нет. Там никак не выходит. Там ровно не ставится. И опять же, ровно и здесь даже не получится, потому что это морепродукт, огромная коробка, которая не помещается. Автосейв прошел. Так, у нас здесь кексы стояли. Ладно, не будут здесь кексы стоять. Будет здесь стоять морепродукт. Не люблю я такие огромные коробки выставлять. Тем более, которые еще в холодильнике, которые стоят хрен знает где, которые вот не видно ни черта ночью. Они постоянно вот дергаются. Вот почему вот сюда вот поближе нельзя пододвинуть. Это несправедливо. Текс, 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 эти. Ну ладно, давай вот так вот поставим. Пускай стоят вот так. Шоколадные молока. Давай, вот сюда вот наставим. Осветлеет. 4 часа утра уже. Это мы всю ночь потратили на то, чтобы расставить какую-то жалкую часть коробок. Да, я тебе представляю, как как ты себя чувствуешь, когда у тебя уже все есть, и у тебя есть весь товар, и у тебя просто игра скатывается просто в рутину. Просто в тупорылую рутину, когда ты просто не успеваешь закупать товар. Как писала одна девушка в комментариях, что я вот умол решила специализироваться на кофейне, если я не ошибаюсь, ты так написала, и покупаю теперь только кофейок, и теперь, ну, чтобы не заморачиваться над во-первых, ассортиментом, во-вторых, я тебя понимаю прекрасно, потому что мне надоело уже вот это вот раскладывать. Вот это вот раскладывать тоже, это уже очень сложно, тем более еще и неровно. Блин, ну, ну что ж такое-то, хексики давай разложим, хексики разложим, хексики разложим. Вообще, мне много тем для разговора с тобой, знаешь, от сотворения мира до, не знаю, каких-нибудь взглядов на политику, но политика это ерунда такая, знаешь, непутевая, поэтому ее мы касаться не будем. Как бы, а вот о сотворении мира мы можем с тобой поговорить. Пиши, что там было первым, яйцо или курица? Вот это вот актуальная тема для разговора тебя и меня. Очень интеллектуальная беседа получится. Пиши в комментариях, не стесняйся, что ты считаешь, как ты считаешь и почему ты так считаешь. А мы тем временем расставляем кексики в морозильную камеру и думаем о жизни. Криво, косо, блять, ну, как иначе? В целом-то, ну, в целом-то ровнехонько все стоит, но сейчас, блин, придут наши любимые покупатели и засрут мне как хрена весь магазин, потому что они хотят так сделать. Пиццу с овощами мы наложим вот сюда, вот сюда вот на, ой, вот сюда наложим и да, ребятки, не пишите мне, пожалуйста, как, ну, что вот вы там огорчены тем, что не вышел этот трейдер-лайф-симулятор. Вы подписались на мой канал, мне, кстати, очень обидно, что там кто-то подписан тупо из-за трейдера, ну, блин, знаешь, у меня канал не называется симулятор-торговца, я не собираюсь всего снимать постоянно. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь посмотреть его, но тогда почему бы тебя не... Хотя, хрен его знает. Спасибо, конечно, за подписку, но зачем ты подписан, если ты смотришь только это? Смотри остальные видосы, почему нет-то? Чё в них страшного такого? Я что, разве так плохо всё делаю, что не нужно их смотреть? Я очень стараюсь, если честно. Честно стараюсь, блин, вообще не представляешь, как стараюсь. Тот же самый рафт, вот чем он тебе не угодил. Рафт тоже можно посмотреть. Тем более, эта игрушка интереснее гораздо, чем трейдер лайф симулятор. Трейдер лайф симулятор, знаешь, он такой, во-первых, быстротечный, непостоянный, и вчера его смотрели, а сегодня его смотреть не будут. И вчера я в него играл, например, с интересом, а сегодня я в него играю не с интересом, а просто потому что. Но сейчас мне интересно, конечно, я хочу разложить ровно вафельки. Вот это вот интересное занятие. но мне очень жалко тратить на него столько времени. Очень жалко, ты не представляешь, как. Я бы с радостью потратил его на две серии рафта, а придется потратить на одну серию вот этой игры. Это очень непродуктивно. Ты пойми, знаешь, мне, мне ж не лень. Мне просто жалко. Мне просто жалко время, которого абсолютно нет. просто жалуюсь тебе постоянно на отсутствие этого времени и поэтому раскладываю миллион лет товара. Люди смотрят мой канал, потому что я раскладываю ровно коробочки. Блин, это для меня, например, очень дико. Хотя бы потому что. кому может вообще нравиться процесс раскладывания товаров на витрину. Не знаю даже. Это какой-то такой рутинный процесс, который как-то не вызывает абсолютно симпатии никакой. У меня, например, лично у меня. То есть, если у тебя это вызывает симпатию, я, конечно, очень рад именно для тебя и записываю этот ролик, чтобы ты, так сказать, эстетически кайфанул от почти ровно выложенных чипсов, там, вон, этих коробочек, всяких там баночек, скляночек и всего подобного. Но все-таки я до сих пор не могу понять, почему именно трейдер-лайф-симулятор так выстрелил. То есть, я записывал видосы и раньше и выстреливал мне примерно два видоса и те выстреливали, знаешь, типа, по 100 просмотров, по 200 просмотров максимум. А, нет, если ты посмотришь там где-то посреди канала, там что-то про дом, где мужик дьявола изгонял, продавал дом, там, потом убивал дьявола и, по-моему, просто пережидал ночь. Да, там, три, а, четвертая серия еще альтернативная концовка какая-то была, четвертая серия, которую как раз уже никто не посмотрел. Вот этот видос зашел, тоже, почему хрен его знает, я просто записываю игрушки, а каким-то образом херок и одна до выстрелит. Но опять же, там было 300 просмотров, 200 просмотров здесь хреначи, только в путь. По какой причине, непонятно. Чем так людям возлюбился, полюбился этот торговец и за 400 рублей, вообще не понимаю. то есть, игра как игра, обычно, обычная игрулька, но люди прям на нее чуть ли не молятся. Как бы, мне такие игры не прям уж заходят. У меня в планах было вообще как бы стронхольд, стронхольд на бэ, что-то там называется, как-то забыл. Игрушка новая тоже вышла, стратежка про какую-то там по каким-то там прям по истории все сделано. То есть, можно даже подтянуть якобы историю написанную с помощью этой игры. Хронология там восстановлена. То есть, ну все реалистично, все здорово, все классно. Хотел ее записать, но что-то я как-то до нее так и не дошел. Я так понимаю, сейчас это уже уже особо не будет актуальным. Потому что, мне кажется, ее уже записали все, кому не лень. не то чтобы все, но я видел прохождение по этой игрушке, поэтому ее, наверное, не будет. А будет рафт, будет рафт, мой любимый рафт, который я так рвусь снимать. Я просто вот сейчас переживаю, что не успею заснять еще одну серию. А если я сейчас не засниму, придется тебе ждать завтра до вечера. Если ты хочешь увидеть рафт. завтра до вечера это очень долго. Очень долго, очень муторно, очень... Да уйди ты, дядь. Я тут кукурузку раскладываю, чтобы ты ее мог купить. Вот, до вечера. Тем более, до вечера это тебе не до шести подождать вечера, это тебе подождать придется до восьми, это как минимум, потому что нужно же снять, обработать и... 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 В общем, действительно много придется произвести. Что такое? Почему я застрял в муже... Ах... застрял под коробкой. Вот. Так что, блин, вот такая вот история. просто уже ночь я хрен его знает сейчас записывать raft еще это прям вашу поделать надо записывать значит надо записывать я же уже взялся значит на отписать по-моему пока я раскладываю они сейчас нажалуются на все что только можно знаешь почему потому что мы очень долго раскладываем то что ровно пытаемся все сделать да ну что ж ты дядечка мы наверно не будем париться сейчас в этой серии из за за счет купить купим акции за 7000 долларов которые продаются на той стороне карты думаю 7000 долларов то мы накопим плюсом хотя бы в 500 в 600 если будет будет классно из 500 600 будет в плюсе то думаю купим эти акции и закончим закончим а в следующей серии уже можно будет заморочиться над мопедом и заморочиться над полочками думаю да но серии знаешь как будут выходить на серии будут через день выходить чтобы меня было время поиграть поиграть побегать немножко точнее побегать блин просто затариться и продать затариться и продавать что мне на это было время что ты так и живем короче представляешь так и живем просто насколько бы тебе не нравилось там насколько бы тебе не нравилось смотреть как я тут расставляю товары все-таки в первую очередь нужно делать серии в которых есть какой-либо смысл сколько бы я это уже не повторялась она умудряетесь меня переубедить в комментариях что нет записывать там все херню который ты делаешь чуть ли не как ходишь там пешком до джаббер и обратно нас это расслабляет под чаек счетом что-то дела да но нет я понимаю что не хочу писать двухчасовые видосы понимаю понимаю что можно это все за бацить но пыли нет нет все это все это здорово но нет мы столько всего еще не разложили это целая серия посвященная тому чтобы мы разложили товар ты представляешь целая серия для того чтобы разложить товар где бы это было видано так и будем так и назовем раскладываем товар и покупаем акции горошек горошек не разложи как так можно было горох и разложить полет ну тунца бы кто купил надо вот сюда вот наложим ну-ка дядя уйди я в нем застревая постоянно понимаешь он встает я сижу вот здесь вот он встает рядом и все я из него вылезти не могу я просто застреваем так на что еще не ответил на какие вопросы на вопросы про рафта ответил чувак какой-то написал что якобы я какой-то там непостоянный зачем мне попадаются твои видосы в рекомендациях на потому что ты меня смотришь поэтому тебе попадаются видосы в рекомендациях тебе не казалось так нет а мне кажется что именно так и должно быть когда ты смотришь какого-то человека он тебе попадать рекомендациях если тебе не нравится то можно нажать не интересно и все и как бы все будет здорово и меня не будет у тебя в рекомендации дружище ты просто немножечко не подумал Немножечко не подумал, а Немножечко решил просто оскорбить Вот Давай арбузенцев выложим Куда-нибудь, вот сюда вот Прям с бахчи только привезли, дружище Собирай Блин, а поскольку они, интересно, продаются Раз они такие огроменные И стоят они 350 долларов Все-таки это же не копеечка Ой, да что ж ты Ну Пусть вот тут лежит Я надеюсь, я не задолбал еще шум Из моего микрофона, потому что я думаю, что он есть Потому что я же все-таки Выкрутил настройки, как вы и просили Чтобы я вообще тут Орал, орал, так сказать Разговаривал очень громко и по сравнению с игрой Хотя, я хочу заметить Я настраивал Настраивал постоянно громкость так, чтобы Вы меня слышали Не знаю, там некоторые люди все равно до сих пор Умудряются меня не услышать Хотя я открываю свой видос Я же, блин, тоже с ушами У меня тоже есть уши Я же ведь тоже слышу все Я захожу в свой видос Я все прекрасно слышу То ли у вас с ушами проблем Там у некоторых людей Как бы стало гораздо меньше сообщений По поводу вот этого вот Мы тебя не слышим Мы там слышим очень сильно игру А тебя плохо Этого мало Мало, но оно присутствует Оно присутствует Присутствует в меньших объемах Меня это не сусветно радует Но все-таки есть люди еще Которые меня пересенят Ну, не слышат Не знаю, что у вас там С наушниками или с телефоном Но все-таки громче Громче еще больше Я не могу сделать Дальше ты просто будешь слышать Все шумы, которые только возможны Даже сейчас, я думаю Ты слышишь этот шум, который Ну, просто такой, знаешь, на фоне Мне, например, неприятно слушать его Поэтому я выкручивал настройки микрофона Вниз Я убирал громкость Точнее, усиление у микрофона И громкость убирал И поэтому у меня было плохо слышно Но во время обработки Я увеличил пороги Вот эти вот усиления звука И поэтому как бы у меня было Более-менее слышно Сейчас меня будет слышно Даже без усиления Хотя я, наверное, даже еще Усиление сделаю И сделаю потише саму игру Так как я это тоже, в принципе, каждый раз делаю Вот А если вы хотите Чтобы у меня звук был еще лучше То подписывайтесь, лайки ставьте Будет больше подписчиков Будет микрофон Будет счастье Будет счастье всем И мне, и тебе Что такое? Постоянно ощущение Тут вот прям разговаривать Не могу Кукушка едет, что ли Или что Вот Смотри Микрофон я просто присмотрел Если подписчики будут Лайки будут Комментарии будут Естественно, у меня будет и микрофон Как бы Тут дел-то За малым Просто за твоими действиями Если ты заморочишься Нажмешь кнопку подписаться То будет микрофон Будет хороший звук Будет громкий Хороший звук Ты будешь меня слышать Не будет шума Не будет Никаких вопросов Будет просто Большое количество видео С чистым Красивым звуком Относительно вот этого По крайней мере Совсем-то он чистым Наверное не будет Все-таки я Микрофон себе Не за миллион хочу купить А там Подешевше Немножко Но Все-таки Будет он Явно лучше Чем вот этот Ну что такое? Вот Че мы еще с тобой не обсудили? Мы с тобой не обсудили Ход наших Дальнейших Действий Мы с тобой Нихреной себе Кило триста шоколада А вот Че такой дорогой-то? Ну-ка Вровень нужно положить Вот с этим вот Столом И будет все отлично Вровень это Или не вровень? Ну-ка Ну-ка Да вроде вровень Ладно Не будем париться Особо Блядь Блядь Ну почти ровнехонько Смотри Вообще Прям почти Только верхний Немножко сползает Не знаю почему Я вроде кладу ровно А она сползает Ладненько Нас уже все продали Все купили Блин Пока мы тут Расставляем ровно товары И блин Мне кажется Мы сейчас побежим Опять покупать Но нет Мы побежим Покупать акции Если у нас будет Свыше Пятисот долларов Сверху Семи тысяч То мы Купим сейчас акции И закончим серию Как бы Сама основная цель Серии у нас Сейчас будет Теперь Отныне Так сказать Это покупка Каких-то Определенных вещей То есть Прямо серия Так будет называться Покупка акций Покупка Там Мопеда И Стеллажей Покупка Там Не знаю Еще что-то Какой-нибудь Ерундистики В общем Полезных Штукенций Каких-нибудь Которые Реально пользу Какую-то Приносить Будут Мопед конечно Пишут Что не надо Покупать Ни хера Но мы его Все Купим Потому что Нужно Посмотреть И когда мы Все это Дело Закупим Когда мы Все это Дело Закупим Тогда Тогда Мы с тобой Закончим И будем Ждать Апрельского Обновления В котором Скорее всего Добавить Что-то Интересное И по Вот этой Вот мутной Картинке В стиме Можно было Подумать Что Будет Будет Корова Будет Добавить Какую-нибудь Корову Не знаю Луга Возможно Здесь Ферму Какую-нибудь Добавить На которую Можно будет На которой Может быть Мясо Там Фермерское Закупать Не знаю Короче Там Фантазировать Можно на эту Тему Очень-очень Много И бесконечно Просто От Всего До бесконечности Без Фантазировать И Не Вы Фантазировать Вот Собственно говоря Раскладываем Собачий Корм Смотрим На время Время 17.00 Темнеет Чему-то У меня же Свет Есть Я же За него Заплатил Что-то Что-то Такое Кстати Машина Почему-то Не глушится Машина Машина Работает И слышно Ее Блин Вот Отсюда Но Когда Выходишь На улицу Звук Улицы Заглушает Нашу Машину Чудеса Осталось У нас Все Три Коробочки И Куча Товара У нас Просто-напросто Не Погоди А я же Вообще А я Не покупал Ни фруктов Ни овощей Я просто Купил Я просто Купил Один Арбуз И поехал А мне Больше Некуда Было Ставить Мне ж Некуда Было Ставить Куда Ж Я Поставил Вообще У меня Иногда Бывает Желание Просто Знаешь Снимать Не Расставляя Ровно Тогда Вся Моя Как Сказать Изначально Приобретенная Слава И Интерес Людей Которым Нравится Ровная Выкладка Пойдет На Нет Сойдет На Нет И Получится Вот Так Получится Некрасиво В общем Получится Вам же нравится Как я раскладываю Товары Ровно С толком С чувством С расстановкой Как говорится Красота Красота Даже Ровно И Растительное Масло С Оно Будет У нас Стоять Вот Здесь Я Просто Никого Не Смотрел Знаешь Сейчас Будет Сложность Будет У нас В Расстановке Стеллажей Хотя Потому Что Я Вообще Понятия Не Имею Как Правильно Будет Расставить Потому Что Я Понимаю Что Здесь Магазин Не Особо Ровный А Стеллажи Нужно Поставить Красивенько И Так Как Их Чищающие Спрей Все Скупили Ничего Себе 7800 Да Давайте Поедем В Дай Купим Пожрать Пожрать Купим 44 Доллара За Арбуз Ничего Себе Да Это Выгодно Ерунда Кстати 44 Это Получается Если Их 10 440 90 Долларов Мы Поимеем С одного Арбуза Ну Погнали Покупать Акции Значит У нас 7800 Есть Сколько Они Стоят По-моему 7000 Если Мне Память Не Изменяет Значит Они Стоят 7000 А Если Они Стоят 7000 Значит У Нас Сейчас Хватит Денег Чтобы Их Купить И Даже Немножечко Останется Итак Мы Приехали В нашу Вот 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 Необъятную Комнату В Которой Стоит Дядька С Которым Мы Сейчас Заключим Сделку За 7000 Долларов Трейдинг Компани Дальше Что дальше Трейдинг Компани Что делать Ой У него Такой же Ноутбук Трейдинг Компани Почему С тобой Нельзя Взаимодействовать Никак Пойдешь На превьюшку Вот Такой Пойдешь Блин Твою мать Вот Такой Пойдешь На превьюшку И Будешь Стоять Вот Такой Вот Красивый Красивый Просто Обосраться Вот На этом Наверное Я предлагаю Закончить Потому что Серия Достаточно Длинная Получилась Уже Очень Очень Длинная Поедем Сохранимся И В принципе Думаю В принципе Думаю Все Акции у нас Куплены Поедем Посмотрим Сейчас В эту В наш Ноутбук Посмотрим Что там Пишут Подожди Минус Два Доллара На счете А как Так получилось Что Минус Два Именно Минус Два Почему Ты не Знаешь Я тоже Не знаю Сейчас Поедем Посмотрим Проверим Куда я Еду Вообще Я Лишь Не туда Завернул Надо было Направо Заворачивать К забегаловке А я Круг Сделал Ну ладно В этом нет Ничего страшного Как бы Как раз Время Вечер Сейчас У нас Магазин Закрывается По поводу Торможения Самое Главное Да Проще Конечно Тормозить Назад Но Еще Можно Нажимать Влево Вправо Чтобы Он Еще Быстрее Тормозил Счета Нельзя Посмотреть Что У нас В Плюсах Трейдинг Компани 148 Нам Дало Ничего Себе Трейдинг Компани Дало Нам 148 А Я Так Предполагаю Что Оно Как раз Нам Перевело На Счет 148 Получилось Минус 2 Доллара И Давайте Теперь Сохранимся Не забудем И Закончим Спасибо За просмотр Ставь лайк Подписывайся На канал Собственно Говоря Что Ты Уже Наверное Сделал Прокомментируй И Покажи Видео Своим Друзьям Отправь Видео Своим Друзьям До Встречи В Новой Серии В Новом Видео Пока